Доброго времени суток всем самоделкиным, лепилкиным и вообще любителям столярного дела. Насмотревшись сайтов ведущих любителей столяров, мне тоже захотелось внести свою небольшую лепту в это большое и значимое дело. А начать свой рассказ, свое повествование мне хотелось бы вот с чего. В своей мастерской, где я творю и просто-напросто отдыхаю душой, очень много пыли. И вот я задался вопросом, каким же образом себя более-менее от этой пыли от этого скопища обезопасен. И пришел к мнению, что нужно делать пыле улавливки или пыле удалить. Вначале я поступил очень просто. Я взял старый пылесос и просто-напросто добавил величину мусоросборника. Тем самым он у меня стал двухфидерным. Ну и естественно, что этот пылесос у меня проработал недолго. Просто-напросто он сгорел, поскольку пыль даже через фильтр проходила в сам двигатель, что привело к быстрому его изношению. После этого я снова посмотрел, как профессионалы борются с пылью и взял на вооружение образцы нескольких мастеров. Соединил их в единое целое и вот что у меня получилось. Сейчас я вам это все покажу и расскажу, как делать. В общем, на заднем плане моя мастерская небольшая. Сейчас идет как раз процесс реконструкции, поэтому очень много хлама, большой беспорядок. Ну, тем не менее, рассказываю дальше. Итак, вот перед вами первоначальный вариант пылеулавливателя. Это стандартный пылесос Циклон 20-летней давности производства. Вот его стандартный пылеулавливающая емкость. Она, конечно, не велика для столярных целей, поэтому я с нее срезал всасывающий патрубок, крючки для крепления. И для этой цели использовал обычное 20-литровое ведро. Но изначально это ведро по своему диаметру было несколько больше, чем пылесборник. Поэтому я ведро разрезал, сделал диаметр, соответствующий данному пылесборнику, а затем при помощи клея и заклепок собрал все обратно. Крючки собрал на заклепках, а пылесосывающий патрубок закрепил вот сюда. Что получилось? Сам фильтр, резинка и сверху пылесос. В принципе, система работала. Работала исправно около месяца, пока данный пылесос не сгорел. Может, конечно, он сгорел уже от своей старости, но факт остается фактом, данная система у меня больше не работает. Пришлось колдовать и выдумывать что-то новое. Вот об этом я сейчас вам подробнее и буду рассказывать. Итак, у меня нашелся еще один пылесос старенький. АК. В этом пылесосе, в принципе, ничего менять я не стал. Пылесос и пылесос. Гофра, его стандартная. А вот на гофру мне пришлось надеть концевик от старой канализационной трубы. Вот. Отрезал и надел. Для чего? Сейчас я вам все покажу и расскажу. В конструкции самого пылесоса я ничего менять не стал. Но от старого циклона я взял еще одну гофру. И на один конец этой гофры я также нацепил старый канализационный концевик. Вот еще один. Я долго думал, что взять в качестве пылесборника. Были разные варианты. Остановился я на старой бочке из-под краски. Ну, тут, по-моему, литров 50. Если я не ошибаюсь. Что получилось? В качестве крышки я использовал крышку от старой стиральной машины. С обратной стороны из дерева сделал круг. И в качестве уплотнителя взял обычный дверной уплотнитель резиновый, который продается во всех магазинах. Закрепил канализационную трубу при помощи клея. А также элементы скрепил на саморезы. С этой стороны, вот, чтобы держалось. И с обратной стороны. Тем самым обеспечил герметичность крышки. Далее, сама бочка. Вверху бочки мне пришлось также закрепить уплотнителем. Уплотнитель это, опять же, от старой стиральной машины. Закрепил его также на клей. А вот теперь самое интересное. То, что рассказывали коллеги в своих обзорах на ютюбе. Итак, вот труба. Обратите внимание, что эта труба крепится не прямо, а вот под углом. Причем, сделан вот такой срез. Для того, чтобы происходило лучше завихрение. Этот патрубок я закрепил следующим образом. Вначале на бочке я сделал косой срез. А как я его сделал? Вот сначала вырезал. Сделал вот этот вырез. Приложил его к бочке. Аккуратно обвел карандашом. А затем при помощи лобзика я выпилил отверстие. Как закрепил патрубок внутри? Так, обычным держателем для этой трубы. Вот. Здесь фанерка. Фанерка снаружи крепится на саморезы. А изнутри держатель. Для герметичности я также использовал клей. И при этом, если вы внимательно посмотрите, то вот эта трубка, ее вот сделан ниже, нежели вот эта всасывающая трубка. Это сделано для того, чтобы в сам пылесос пыль и стружка не попадали. Закрепляется очень туго. Все хорошо. Итак. Гофропылесоса вставляется в верхний патрубок. А от старого циклона Кофра прицепляется вот сюда, во входящий патрубок. Тем самым, вот, конструкция работает. Сейчас я вам продемонстрирую, что же в конечном итоге получилось. Давайте вместе это посмотрим. Осталось только включить и начать выбирать пульс. Давайте сейчас посмотрим, какой же получился результат. Я вскрываю пылесос. И в самом пылесосе чисто. Пыль и мусор все оказались в пылесборнике. Давайте откроем пылесборник. Итак, вот. Все внутри. А сейчас мне хотелось бы вам показать непосредственное предназначение данного пылесборника в моей маленькой мастерской. Для этой цели я использую свой циркулярный станок и покажу, как все работает. Патрубок присоединяется, причем очень четко, ничего не менял. Поехали! Как видите, большую часть пыли удается уловить. А меньшую нет. Кроме этого, пришлось сделать переделку в станке для процесса строгания. Ну, само строгание я вам сейчас показывать не буду, потому что надо снимать верхний стол. Но изначально в конструкции была предусмотрена вот такая вот заглушка для пылевыведения. Но она очень плохо работала, потому что не было герметичности. Для этой цели я взял обычную фанеру и точно так же загерметизировал ее при помощи обычных оконных уплотнителей. Взял канализационный переходник, вставил его сюда. И вот теперь при строгании сосет просто изумительно. Вот такая вот конструкция моего пылесборника. Вот таким образом я решил вопрос удаления пыли, пусть не полностью, но все-таки в своей маленькой столярной мастерской. Хочу добавить еще то, что данный пылесборник я уже присоединял и к фрезерному станку через различные переходники, а также к плоскошлифовальной машинке. В принципе, система работает. Спасибо за внимание. До свидания.